В последнее время самые разные политики и комментаторы все больше говорят о том, что демократия в опасности. Ей не угрожают местные популисты, иностранные автократы и тому подобные темные силы. Да я и сам так говорю. Потому что и правда в опасности, и правда угрожают. Но не только они. Кажется, что демократия решительно настроена демонтировать себя сама. Вот буквально только что. В Бонне прошел съезд левой партии. Левые вообще-то старательно делают вид, что они солидная демократическая сила. А тут вдруг такое. Группа партийцев провела прямо на съезде акцию солидарности с президентом Венесуэлы Мадурой. Я напомню, что парламент Венесуэлы сместил Мадуро с поста. Верные Мадуро силы жестоко подавляют протесты. В Венесуэле гуманитарная катастрофа. В стране грозит голод. А Мадуро не пускает в страну гуманитарную помощь. На том основании, что это, дескать, происки американских империалистов. Эту самую гуманитарную помощь, если уж она попадает в страну, верные Мадуро силы просто жгут, чтоб не досталось кому не надо. И вот в Бонне делегаты съезда этой якобы демократической партии, в том числе несколько депутатов Бундестага и земельных парламентов разворачивают транспаранты. Руки прочь от Венесуэлы! Вперед к социализму! Не все политики левой партии поддержали этот лозунг, но все как один высказались против вмешательства США, которые, правда, еще никуда не вмешались. Но пусть лучше венесуэльцы погибнут от рук своей диктатуры, чем им помогут проклятые янки. Ну ладно, скажете вы, левая партия это же наследники ГДРовских коммунистов, что с них взять? Они всегда такие. Ну вот, например, наш президент Франк-Вальтер Штайнмайер. По своему происхождению политическому он солидный западно-германский социал-демократ. И вот этот глава нашего демократического государства, его, можно сказать, живой символ, отправляет в Иран поздравительную телеграмму, которая поздравляет тамошний режим с 40-летием исламской революции. В телеграмме содержатся исключительно наилучшие пожелания иранской диктатуре. Да еще и от имени немецкого народа. Вот как это понимать? Что, дескать, президент Штайнмайер от имени немецкого народа одобряет нарушение всех мыслимых прав человека, дискриминацию женщин, смертные казни, поддержку международного терроризма, государственный антисемитизм, незаконную разработку ядерного оружия. Или что Штайнмайер от имени немецкого народа говорит? Нам на все это плевать. Главное, чтобы отношения были хорошие. Или вот канцлер Ангела Меркель. Она неожиданно, очень энергично, прямо-таки пламенно выступила в поддержку строительства газопровода «Северный поток-2». В поддержку самой тесной экономической кооперации с российским режимом. Причем такой, которая ставит в зависимость от России не только Германию, но и несколько других стран Европы. Эти страны, кстати, протестуют. Алло, вы нам, пожалуйста, объясните, вы за демократию? Вы против аннексии Крыма? Вы против оккупации Донбасса? Или вы за то, что деньги не пахнут? Можно, конечно, сказать, что все эти дружественные жесты ведущих немецких политиков в адрес иностранных диктатур – это всего лишь прагматизм в международных отношениях. Но эти жесты обращены не только за границу, они и отсюда видны, и немецким избирателям тоже. И они показывают вот что. Демократия – это такая штука, которой при определенных обстоятельствах можно и поступиться. И вот после этого довольно сложно отстаивать демократию на домашнем фронте. Получается не очень убедительно. Так что если уж вы за демократию, то, пожалуйста, будьте за нее везде. И поэтому не надо заключать сделок с диктатурами. И не надо, пожалуйста, поздравлять их с юбилеями захвата власти.